Серверы крупнейших российских СМИ, в том числе ВГТРК, Первого канала, Российская газета, а также некоторые правительственные сайты, сегодня пережили несколько хакерских атак. По предварительным данным, они были организованы из-за рубежа. И сегодня же, благодаря хакерам, стали известны новые подробности переписки американских и украинских политиков и военных чиновников, которые готовили провокации в Крыму. Николай Соколов расскажет подробности. Это не иначе, как новый Викилик, столько меньших масштабов. В истории хакерской атаки на почтовой ящике высокопоставленных чиновников США и Украины появляются новые подробности. В сети заработал целый сайт, разоблачающий политиков и военных чиновников, которые собирались устроить провокации в Крыму накануне референдума. В несколько украинских редакций еще вчера попали письма со взломанных почтовых адресов якобы двух высокопоставленных военных чиновников США и Украины. Полковника генштаба Игоря Процика и помощника американского военного атташе на Украине подполковника Джейсона Грэша. В своей переписке американский военный напоминал, что в Вашингтоне ждут решительных действий в Крыму и что пора бы выполнить план по провокациям на юго-востоке Украины. Это создаст благоприятные условия действиям Пентагона. И вот сегодня уже точно можно говорить, что персонажи, о которых говорили хакеры накануне, личности вполне реальные. Одному из интернет-СМИ после публикации о нем статьи Игорь Процик ответил за своего служебного адреса, того самого переписку с которого опубликовали. Заявляет, что письма военному из НАТО писал не он. Подлинность своего электронного адреса igor.procic.gmail.com подтвердил сам полковник в переписке с CNews. По его словам, непосредственно перед отправкой скандальных писем 11 марта этот аккаунт был взломан с IP-адресов в Малайзии, Франции и Германии. Переписку с CNews полковник вел со своего служебного e-mail в Минобороны Украины. Еще вчера у Процико был свой аккаунт в российской социальной сети «Одноклассники». Там военный, не стесняясь, указывал место работы – НАТО, штаб-квартира в Брюсселе. Но сегодня такого профиля уже, как видно, нет. Все следы тщательно убираются. Но переписка Процико, судя по всему, останется здесь надолго. Ее уже успели скопировать десятки сайтов. На этом сервисе уже более 100 писем. Всплывают удивительные подробности и появляются в этой истории новые фигуры. Причем совершенно другие страны. Если до этого здесь фигурировали Украина и США, то теперь даже в истории появляется и Финляндия. В почтовом ящике полковника Генштаба Украины присланы ему отчеты о переписке некого полковника Юхани Пихлояма. Фигурирует как аташе по вопросам обороны посольства Финляндии в Москве. Но пишет он, если верить данным хакеров, о встрече на высшем уровне не в российской столице, а в Киеве, представителей Финляндии и Украины. Сообщает об успехах встречи сотруднику Главного управления военного сотрудничества с Западной Европой и Северной Америкой Алексею Ноздрачеву. Здравствуй, Алексей. Только если ты не видел, я высылаю тебе подписанные на высшем уровне окончательные декларации, опубликованные 3 марта. Версии на русском и английском языках. Тот самый Юхани Пихлояма действительно существует и занимает указанную должность. Все его контакты доступны в письме, которое опубликовано в ящике Игоря Процика. Но по телефону аташе по военным вопросам Финляндии сообщил, что такого сотрудника Генштаба Украины не знает и писем не посылал. Здравствуйте, Юхани. Вы по-русски говорите? Да, да. Вас беспокоит телевидение, телеканал Россия 24. Вот мы увидели в интернете переписку вашу с неким господином Игорем Процеком. Вот как вы можете прокомментировать? Вообще знаете этого человека? Нет, не знаю. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки там даже ваши мобильные телефоны указаны, вот мы этот телефон там и увидели. То есть вы никогда не видели этого человека, хотите сказать, что с ним не знакомы? О, Игорь? Да, Игорь Процек. Процек. Нет. Есть и другие ранее хорошо известные личности, письма которым отправлял и Джейсон Греш, и Игорь Процек. Вот что пишет Греш своему украинскому другу Игорю. Прекрасно. Тестовый звонок в 12.20. Реальный звонок в 12.30. Номер 2440813. Он верный. Генерал-майор Галпатюк будет здесь в 12.20. Леонид Галпатюк, генерал-майор, начальник управления Евроатлантического сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Его военная биография очень интересна. Накануне Оранжевой революции, еще в 2004-м, он занимал уже пост в Генштабе и имел отношение к интеграции Украины в НАТО. Вот что тогда рассказывал в интервью местной прессе. Следующим уровнем сотрудничества может стать план действий относительно членства. Мы прошли с НАТО большой путь практического сотрудничества. Во многих случаях при этом чувствуя себя больше, чем партнерами. В Вооруженных силах Украины значительное количество офицеров уже имеют евроатлантическую ориентацию. В этих многочисленных письмах хорошо прослеживается американский след. Подробные схемы провокации, скорее всего, обсуждались на личных встречах, о которых сообщается в электронной почте. Ящик на gmail.com с точки зрения Америки безопасен, так как этот почтовый сервер принадлежит США. А значит, те, кто переписывается, были, скорее всего, уверены в невозможности обнародования этих данных в России. При этом о тесных связях военных Украины и США знали еще в бывшем руководстве службы безопасности Украины. В интервью ВГТРК бывший начальник ведомства Екименко сообщил, что кровавый план Майдана 2014-го вынашивался, судя по всему, давно. Здесь есть только одна сила, кому это все мешало. Я уже говорил, что это Соединенные Штаты. Только их не устраивало соединение Европы, Украины и России. Только их не устраивает таможенный союз. Только их не устраивает, что Европа объединяется и расширяется. Только их не устраивало движение Украины и определение Украины как страны, которая могла выступить посредником между, можно так говорить, мостом между Европой и Россией. В переписке, которую выложили хакеры мировой организации, анониму сфигурируют и нынешние лидеры правого сектора. Именно на них, согласно почте, возложена обязанность по инсценировке вооруженного нападения русским спецназам на украинский аэродром в Мелитополе. Активист правого сектора Василий Лобайчук шлет письменный привет своему другу с инструкциями. Олег, нужно срочно пошуметь от имени москалей на аэродроме в Мелитополе. Это надо сделать до 15 марта. Сам понимаешь почему. Прежде всего тебе надо связаться с Пашкой Тарасенко. Ты его должен знать. Он из местной свободы и владеет темой. Подготовкой профессионалов Штаты занимались давно. По информации Службы безопасности Украины, специальные лагеря, где с молодежью работали военные НАТО, действовали на территории Прибалтики и Польши. Там была подготовка молодежи к боевым действиям. Где используются различные виды автоматического оружия. Но оно сейчас не боевого оружия, а сделанное под автоматическое оружие. Где использовались различные методы подготовки. И инструктора там были тоже из бывших сотрудников спецслужб. Как относиться к опубликованным сведениям в интернете вопрос. Но страны, которые фигурируют в них на высшем уровне, опровергнуть эту информацию не могут. Тем временем на серверах крупнейших российских СМИ, в том числе и на сайты ВГТРК, сегодня случилась хакерская атака. Кому-то очень не нравится публикация компрометирующих сведений на популярных новостных ресурсах. Николай Соколов, Вести.